шалом я хочу сегодня как название действительно нашего урока иногда в жизни не стоит только смотреть на рациональные какие-то моменты и давайте посмотрим откуда я взял такую тему давайте посмотрим что у нас написано в нашей недельной главе шлах недельной главе шлах евреи после почти года синайской пустыни у синайской горы находятся там они строят мешкан они находятся на очень высоком уровне потому что они там питаются маном каждый день у них учения торы в общем очень нету проблем и заботиться о заработках каких-то одежда все у них все у них есть все у них обеспечено и но там мы не можем остаться навечно потому что нам была обещана земля которая была сказана аврагаму и цхаку якова будет тебя великий народ а народ будет великий именно на той земле который я отдаю вам эта земля кананская израиля и нам надо двигаться туда мы не можем остаться в пустыне несмотря на то что условия шикарные и вот мы двинулись туда в этот израиль но перед этим мы хотим заходим у нас сотни тысяч даже миллионы евреев там в том числе и дети и так далее и мы заходим в эту землю и на этой земле нас не ждет пустая земля никого там нету пожалуйста заходите и все это ваше нас ждут сложности на этой земле существуют другие народы которые живут там уже в общем и целые там столетиями и всевышний говорит я вот хочу что вы зашли туда и хорошо мы зайдем туда но кто нам даст эту землю просто так так надо воевать с теми народами это не будет просто так получить эту землю и для этого мы посылаем разведчиков и действительно у нас наша недельная глава так и написано написано что посылаю очень уважаемых людей шлах лэха аннашим то есть всевышний говорит шлах лэха аннашим аннашим всегда когда говорят пошли тебе мужей да это имеется ввиду важность да чтобы они пошли для чего воятуру это эрецк на а потом поскольку вот сейчас уже обратите внимание глагол который говорит про разведку пойти посмотреть на эту землю глагол говорит воятуру воятуру знаете это поминает очень даже русское слово да это туризм тур поехать на какой-то тур туризм здесь не написано слово разведчики несмотря на то что всегда мы говорим про разведчиков которые послали но в торе написано воятуру и этот глагол перечисляется несколько несколько раз можно посмотреть потом опять и послал их муше то есть здесь написано что всевышний соглашается воятуру а потом опять написано в муше лятуру это эрецк на и потом когда они идут воятуру 21 стих и поднялись и ятуру это эрецк на это это арец опять они идут на какой-то тур и потом у нас когда они возвращается написано в яшуму уме тура арец и вернулись с этого тура которые поехали туда здесь то есть на иврите слово разведка это мераглим мераглим вы знаете когда ессеев встречает своих братьев он пока не показывается и к ним как как свой брат и он их обвиняет что они мераглим там не написано он обвиняет это слово таярым таярым это туристы для тура тот же корень да так интересно потом в книге егушуа у нас тоже написано как егушуа посылает двух мераглим он посылает двух разведчиков там не написано он посылает им их туда чтобы сделали они тур так и все таки мы называем вот этот грех который ужасно повлиял на нашу всю историю на историю тех людей наших предки которые вышли из египта и они не смогли войти вератисра или за этого страшного греха которые они приходят с этого тура и сказали то что сказали да сказали это не для нас мы это мы не можем туда войти воевать это очень все страшно очень все нереально в общем это никак не практикуем мы такой возможностью у нас нет достаточно солдаты армии и там все очень сложно хорошо они пришли и сказали это и это привело к страшному страшным последствиям что все поколение которое вышло из египта она она вымирает в пустыне да да мы знаем что они пошли в Рошходыш Томуз первого Томуза вернулись девятого ава каждого девятого ава они все рыли себе могилы заходили в эти могилы и 15 тысяч не вставало да и так за 40 лет погибают огромное количество евреев которые не удостоились войти в эры цисраэль это страшный грех ну давайте вернемся опять к нашему туру да который здесь подчеркивать несколько раз смотрите конечно же в эры цисраэль как любая вещь как любой человек в нем есть положительные качества и есть какие-то не совсем положительные роль тех наших разведчиков которые посылают мушей во первых мы должны понимать что все они как я уже сказал они уважаемые то есть мушей перед тем как их посылать он советуется с богом на каждого из этого кандидата да и всевышний соглашается так написано альпи ашем всевышний соглашается чтобы они были да и так выбираются двенадцать человек двенадцать руководителей колен которые из них десять они превратились быть грешниками они превратились те которые они рассеяли панику и плач когда они вернулись девятого ава и всевышний сказал что вы вот напрасно рассеяли вот эту панику и напрасно народ плакал и вот будет время когда вы будете уже плакать не напрасно это будет девятого ава когда разрушены были те самые траурные печальные ужасные дни для еврейского народа но это когда мы все плачем потому что было разрушено первое государство еврейское которое мы там жили у нас был храм и мы вышли в изгнание и второй раз это было разрушено когда во время второго храма было все разрушено это все произошло девятого ава но это не только в тот точечный момент девятого ава были проблемы все наши беды там гонения наши погромы и рассеяли по всему миру что мы действительно находились в таком ужасном положении это именно из-за этого страшного греха грех разведчиков давайте вернемся опять они же у них не было предназначения быть разведчиками у них было предназначение быть кто быть туристами турист и разведчик это две разные вещи турист когда приезжает в какое-то место в какую-то страну так турист его вся цель это смотреть на достопримечательности на красивые места хорошие рестораны и там где можно погулять посмотреть что-то с этим он хочет отдохнуть и посмотреть что-то новое то есть турист его тур на тур это арец это задача Моисея посылать посланников вот этих для чего для того чтобы они посмотрели все шикарное которое есть и рассказали и рассказали это своим братьям рассказали это народу потому что народ он переживает он понимает что это не просто войти в эту землю и когда ему расскажут какая она красивая какая она хорошая какие-то плоды шикарные поэтому Моисей говорит привезите плоды вы знаете плоды это фрукты вы знаете что фрукты фактически евреи в Египте не ели потому что то что упоминаются у нас в Торе чем питались они там упоминают все что угодно но не фрукты у фруктов есть вот этот сладкий вкус у овощей которые они питались в Египте не существует так приведите эту красоту приведите этот вкус покажите это евреям поймите в жизни часто бывают риски но когда ты рискуешь ради чего-то вау это стоит рисковать ради этого это то что в принципе Моисей его была цель почему посылать разведчикам да нам обещана эта земля да нам она необходимо чтобы мы здесь жили необходимо то предназначение которое есть у еврейского народа оно может реализоваться только на этой земле но все-таки там же есть народы да ну покажи им вот вы туристы покажите чтобы чтобы у нас родилось вот это необыкновенное желание жить там а существуют проблемы да конечно существуют проблемы но вас никто не просил рассказывать сейчас проблемы сейчас надо рассказать только хорошие вещи мы вас послали как туристами потому что если я вас послал бы как разведчики так разведчики действительно должны смотреть проблемы этой земли которая касается нас да какие там дома сколько там армии какая у них сила это разведка туристов все это не интересует туристов интересует достопримечательности красота но вы меня можете спросить ну извини меня но мы же должны действительно быть реалистами конечно мы должны быть реалистами и действительно если мы прочитаем в Торе 40 лет после того как мы в ходе перед тем как мы в ходе в эры 40 лет Моисей повторяет грехи которые мы согрешили 40 лет назад и он повторяет тоже грех разведчиков и посмотрите что там написано Шма Исраэль я почитаю на русском языке слушай Израиль ты переходишь мины через Ярден то есть мы сейчас находимся на восточной части Ярдена и мы сейчас переходим Ярден чтобы пойти овладеть народами какими народами более многочисленными и сильными чем ты то есть Моисей он тоже говорит про реальность потому что мы ни в коем случае не должны как будто идем слепыми глазами да там есть народы многочисленные чем мы потом смотрите дальше написано городами большими и укрепленные до небес народами великими и высокорослыми сынами великами которые ты знал и которых ты слышал кто устает против сына великанов знай же и так далее то есть даже Муше приходит говорить про реальность смотрите еще раз я повторяю реальность должна быть конечно мы должны быть должны мы не должны быть совсем уходить от реальности но когда есть реальность есть проблемы не все так просто но когда ты говоришь как таяр когда ты говоришь как это стоит этого это стоит рисковать ради этого Это совсем другой разговор. То, что разведчики пришли и сказали, они сказали это как будто бы, во-первых, они почти не говорили о том, они говорили все отрицательно, даже фрукты, которые они принесли, сказали так же, как эти фрукты странные, так же и люди там странные, там великаны, там амалеки, мы не сможем сильнее, чем Всевышний мы, в общем, эти народы. Ничего у нас не получится. Это то, что произошло. Я сегодня с вами хочу поговорить про людей, которые посылают Всевышним. Зададим несколько вопросов и потом попытаемся ответить. Смотрите, перед тем, как Всевышний посылает и он, в общем, перечисляет здесь вот этих людей и написано так. Ле Мате Эфраим. У каждого колена был свой руководитель. Ле Мате Эфраим, то есть, в общем, на колено Эфраим. Го Шея Бинун. То есть, как звали того человека, уважаемого человека, который из Мате Эфраим, Го Шея Бинун. И мы знаем, что два человека из вот этих десяти, они не грешили. Они сказали только хорошие вещи и сказали, мы сможем, все нормально, не переживайте. О Шея Бинун. Что происходит с этим О Шея Бинун? Написано так, смотрите. Всевышний дает Мушер Абейну, приходит, говорит следующее. Я вам читаю. После того, как перечисляются все имена, написано так. Ваикра Мушер и назвал Мушер Ле Го Шея Бинун Е Го Шуа. То есть, у нас есть имя У Го Шея. Го Шея, когда родился колено Эфраима, ему сделали обрезание. И как родители назвали его? Его назвали Го Шея. Папа его звали Нун, так он Бинун. Замечательно. Перед этой миссией, перед этой тура, когда посылают туда всех разведчиков, Мушер, он единственному, который он молится за него. Это тоже важно понять. Почему он не помолился за всех, а помолился именно за Го Шея? Даже Калев из колена Еуда, который был тот второй, они оба, Еушуа и Калев, они были оба те, которые сказали только добрые слова и сказали, что у нас все получится и так далее. Но здесь у нас написано, еще раз я читаю, то есть, он добавляет ему букву в его имени. Зачем он ему добавляет эту букву? Пишет Раши. То есть, Мушер Абейну молится за Еушуа, именно за Еушуа, я, Ешиаха, то есть, я прошу Е-Го Шуа, это как будто выходит Е-Го Шуа, это буква Ю-Д, он ему добавляет, так это выходит Ешуа, Е-Го Шуа, я, Всевышний, спасет себя от совета, Мераглим, от совета этих разведчиков, так пишет Раши. Во-первых, надо понимать, если ты хочешь добавить ему букву, почему именно буква Ю-Д, почему буква Ю-Д, могли бы добавить любое другое имя, я знаю там, Мушия, Мушия, Слава Богу, можно. Здесь Всевышний, то есть, Моисей Абейну точнее, приходит и говорит, я добавляю букву Ю-Д, и это спасет себя от совета. Во-первых, какой это совет, это не совет, это грех Мераглим, так мы называем, грех разведчиков, а здесь написано, как будто он тебя спасет от совета разведчиков. О каком совете идет речь? Это первое, которое мы хотим объяснить и понять. Потом, обратите внимание, здесь тоже у нас написано, когда посылает Мушия Абейну, здесь есть кому-то очень важная информация. Какая информация, посылка, вы бы посмотрите землю и так далее, и написано в Ахайямин, дни, когда нас посылают, дни, когда нас посылают, это дни, бикурей, бикурей, это как будто первый дни, а навин, а навин это виноград, я что-то не понял. А что здесь так важно подчеркнуть, что дни, это дни, когда бикурей, начало винограда, наверное, или что-то такое. И действительно, как я сказал, если месяц Томуз, они пошли, это как раз то время, когда уже вот начинается быть виноград, виноград. Обязательно сейчас, да, даже время, лето такое, бикурерви. Но почему эта информация так важна, когда здесь написано в Ахайямин, Емей, бикурей, а навин? Раши пишет, ямим, ша, а навин, митбашлим, бикур. То есть это вот митбашлим, они вот начинают зреть и так далее. Почему это так важно? И с этим виноградом мы встречаемся еще, да, очень тоже, очень интересно. С этим виноградом мы встречаемся, когда завершилось уже, вот это, Тора нам пишет, вот этот грех разведчиков и так далее. Сразу после этого есть у нас такая пороша, которая очень непонятная. Пороша, которая приходит и говорит нам, это 15 глава книги «Помидьбар», как будто она не совсем находится в теме здесь. Мы знаем, что книга, которая говорит нам о жертвоприношениях вообще и о порядке жертвоприношения и так далее, это книговая икра. Книговая икра, которая говорит о жертвоприношениях. Здесь сразу после греха вот этого разведчика и потом, как пытались все-таки зайти, у них не получились, погибают и так далее. В общем, после этой темы есть пороша. Какая пороша? Всевышний сказал Муше, когда вы вот придете в Эрот-Исраэль, то есть мы должны понимать, что всем уже было сказано, что вы не войдете в Эрот-Исраэль, но имеется в виду ваши сыновья, когда войдут в Эрот-Исраэль и родители готовы терпеть все, что угодно, чтобы детям было хорошо. Так здесь родители уже понимают, что мы лично сами не войдем в Эрот-Исраэль из-за страшного вот этого греха разведчиков. Но Всевышний говорит, когда ваши дети уже войдут в Эрот-Исраэль, тогда я вас прошу, там будут они приносить жертвоприношения. Ну, жертвоприношения, как я сказал, это уже в книге Ваикра у нас все написано. Там идет речь про всяческие жертвоприношения. Но здесь Всевышний пишет нам, ты знаешь, вот когда будешь приносить жертвоприношения, надо туда наливать вино. Так мы с этим вино, виноградом, мы встречаемся в послании разведчиков, потому что Тора говорит, то есть связано с чем-то виноградом, со зрелостью, спелостью с виноградом, который начинается. А потом после всех этих грехов Всевышний говорит, вы знаете, вы войдете в Эрот-Исраэль. То есть не вы, а ваши дети войдут в Эрот-Исраэль. И там, кроме того, что вы приносите жертвоприношения, мясо, мучное и так далее, должно быть не сух, должно быть вот с этим вино. Надо лить туда вино. Причем здесь вот эта пороша, которая связана с вином. Я хочу сказать вам следующее. Еще вопрос перед тем, как я... Вы знаете, как я сказал, что два человека, которые говорят, что все будет хорошо, правильно? Один его зовут Йошуа, который, Моисей, помолился за него, добавил ему к Му-Юд и сказал Всевышний, спасет тебя от совета. Мы задали вопрос, почему Ю-Юд, почему Совет. И мы задали вопрос, еще раз, почему вино, бекуре, а на вим, это так связано, вот эти виноград. А потом мы видим, надо на жертвенник делать возлияние вина. И еще момент, который я скажу, хочу сказать. Калев, когда приходит, да, и он говорит народу, да, он приходит, и весь народ возмущается. И Калев говорит следующую вещь. Алло, нале! Мы поднимемся, поднимем. Что вы говорите, что мы не сможем? Мы поднимемся. Алло, нале! И пишет Ращи, алло, нале, по-простому я вам объяснил. Алло, нале, да, мы сможем, не переживайте, у нас будут силы. Будем воевать, завоюем все. Что вы там спускаете мораль, спускаете мотивацию, все будет хорошо. Это то, что по-простому написано, алло, нале. Но Ращи пишет что-то фантастическое, что-то удивительное. Что пишет Ращи? То есть, даже если это земля в небесах. Какая земля в небесах? Земля в небесах. И Всевышний скажет нам. Сделайте, как его, лестницы и поднимайтесь туда на небеса лестницы. На цлех, бахоль двора! У нас удача будет! Слушайте, извините меня за всем уважение к аллееву. Но народ говорит, и разведчики говорят, и как мы прочитали в книге «Дворим Моисей», тоже это сказал через 40 лет, что это нереально, что это невозможно, потому что там сильные народы. Так что к аллеев говорит? Дальше продолжает своей непонятной реальностью. Мы можем подняться, даже если эта земля в небесах, то мы лестними поднимемся. О чем ты говоришь, коллеги? Мы же говорим, что это нереально. А ты говоришь, еще нам больше нереальности. Почему Ращи так объясняет? Ращи должен был сказать «Алло на аллеев, у нас получится, мы победим, мы сильные». Он говорит «Нет, алло на аллеев» имеется в виду, мы поднимемся даже на лестницах в небесах. Потому что если там эра цель находится, мы поднимемся. О чем идет речь? Что это за фантазии какие-то у коллега? Смотрите. Существует, когда мы маленьким детям рассказываем какие-то рассказы. Мы им рассказываем рассказы очень часто. Они нереальные. Они не находятся в нашей жизни по-настоящему. Но ребенку мы можем это рассказать. Ребенку мы можем это сказать. Мы можем ему сказать, что луна пошла там, проснулась, солнышко заснуло. Очень разные какие-то фантастические, нереальные вещи мы рассказываем детям. И дети по-настоящему верят в это. И это нормально. Если ты ребенку будешь говорить, что это ерунда, это не так. Ни в коем случае. Вот этот мимут, вот эта вера, которая существует у ребенка, даже когда я ему рассказываю, и может быть даже большинство детских книг, они такие, они такие, они по-детски, то есть они, и это нормально. Да? Мы рассказываем, как там звери разговаривают, там один сказал другому. Это нормально! Я не могу ребенку, дядя, с ума сошел что-то? Какой слон будет разговаривать? Или какой там кошечка будет что-то говорить? Молчи! У ребенка так должно быть! То есть ребенок у него бывает, и он так растет, какие-то вещи, которые разум, он как будто бы не существует полноценным образом. И это так, он развивается. У нас, у взрослых, тоже есть такие моменты. У нас, у взрослых, мы тоже очень реалисты. Мы очень смотрим на здравыми глазами, какая должна быть и стратегия. У нас есть какая-то цель, как добиться до этой цели, как это делать, мы думаем, мы там советуемся, все делаем. Но у нас в жизни бывает тоже, когда наш разум чуть-чуть убирается, убирается разум. И в жизни очень важно убирать этот разум, убирать наши мозги иногда с головы. И делать какие-то вещи не потому, что ты, в общем, как-то мыслил, как-то думал, как-то считал, и вот пришел к этому выводу. Потому что часто в жизни вот это думал, мыслял, считал, они останавливают тебя в каких-то действиях. Так, объясню. Мне сказали, это можно проверить, для того, чтобы сделали такое исследование, для того, чтобы родился у человека ребенок, и ты его вырастил, дал ему там все образование, кружки и все, все, все там и так далее. В общем, все, что нужно для ребенка, это стоит 1 миллион шекель. То есть 300 тысяч долларов стоит 1 ребенок. Вы можете представить молодая пара, которая вообще у него, этой молодой пары, вообще денег нет, на автобус нет, они пешком идут, если надо. Они останавливают, голосуют там, трэмпинг, то, что у нас называется. И им говорят, что надо, чтобы было много детей. Все говорят, что как они будут думать, читать. 300 тысяч долларов, миллион шекель, один ребенок. Если у меня будет один ребенок, это уже, слава богу. А у людей, а у людей могут быть 7, 8, 10, 12 детей. Если мы должны были бы думать, это бы остановилось. Не надо думать. Иногда надо нашему мозгу сказать замолчи. И полностью отдаться вот этой верой. Отдаться тому, что есть какие-то другие, в общем, руководители, которые руководят это всем. Я вам хочу сказать, это, может быть, не совсем связано. Вот возьмите нашего папу Якова. Яков, он думал, он рассчитывал жениться на Рахель. И только на Рахель. Но обратите внимание, без его, в общем, всяких мыслей и так далее, получилось, так получилось. Его даже обманули, и все, и он женился и на Лей. Вы можете представить, если бы рассчитывали только на разум кого? Якова. Так у нас не было ни колена Ягуды, который от Лей, колена Левитов. Шесть колен, половина еврейского народа, руководящий и духовное им царство, от Лей. Это все необдуманно. Все это пришло, потому что Всевышний так решил. Я говорю всегда, почему желательно женить детей тем раньше. Потому что тем ты взрослее, ты начинаешь слишком много считать и думать, тяжелее жениться. Убери голову. Иногда, мне кажется, вот это и тоже чувство любви, которые убирают у нас голову. Это дает возможность жениться, потому что если ты слишком будешь обсуждать и думать и так далее, ты найдешь там какой-то изъян, там какой-то изъян. Может быть, в этом тоже, я не знаю, но может быть, что иногда голова мешает принятие каких-то решений. У нас в нашей жизни тоже бывает, когда иногда мы выпиваем вино и мы пьянеем, то есть у нас наш разум уходит куда-то и остается только какая-то вера. Понимаете, когда мы смотрим на святую землю Израиля, святая земля Израиля действительно есть моменты нереальные. И это то, что приходит говорить Калеев. Калеев говорит, сделаем лестницы в небеса. О чем ты говоришь, что мы маленькие дети, что ли? Да. То, что касается еврейского народа, веры от Исраэля, завоевывать, иногда нам надо убрать голову, убрать разум и полностью довериться к Всевышнему. И мы сможем это сделать. Это не говорит ни в коем случае быть безответственной. Это говорит о том, что я должен делать сто процентов то, что в моих руках готовится. Сто процентов. Ай, ты пришел сто процентов. И все равно ты считаешь, что это нереально. Это не твое дело. Убери здесь эту твою голову. Потому что, когда Всевышний тебе обещал эту землю, это так это земля это. Так это наш народ. Который мы ни в коем случае не бездельничаем. Делаем все. Но потом у нас остается вот эта вера. И это вот этот великий совет. И так он актуальный для нашего времени. Поэтому, когда приходит и говорит, это нереально, у нас нету достаточно, у нас это. Мы должны, во-первых, говорить, что мы сможем. Во-вторых, мы должны делать все, что возможно, что мы это смогли сделать. И тогда надо убрать голову. Это большой хидушь, который учит наш Тора. Поэтому она пишет на вино. Вино убирает у нас вот этот разум, который всегда. Поэтому добавляется в Еушо именно буква ЮД. Почему буква ЮД? Потому что она самая маленькая. Уберит. Понимаете? Потому что мы такие умные, мы такие прям важные. Мы им это уже просто мышлять. Кто ты такой ЮД? Добавь. Буква ЮДенькая. Такая маленькая. Мамасенькая такая буковка. Что все, что касается эрот Исраэль. Завоевывать эрот Исраэль. Я вам хочу сказать. Если Бен-Гурион в 1948 году при провозглашении государства Израиля, он был реалистом полностью. У нас не было государства. Его есть такие, которые говорят сумасшествие. Потому что он не был религиозным. Я не могу сказать. Но это Всевышний дал ему эту возможность. Но это сумасшествие так было делать. Это то, что приходит нам Тора и говорит. Тора приходит и говорит. Ямей бикурей анавим. Это время анавим, говорит ему Шарабейб. Это время винограда. Каббалисты говорят, если возьмете слово анавим. Анавим это круто. Но если это до анавим, бикурей анавим. Если возьмем вот эти каждую букву. Букву алиф, букву нун, букву бет и так далее. У нас получится. Я даже не хочу произносить это сатанистское слово. Верет Исраэль. Мы доверяем. Даем полностью себе доверие. Что Всевышний хочет. Это его план. Что мы вернулись сюда. Это непросто. Есть нюансы. Есть враги, которые окружают нас. Мы будем делать все возможное. И смотреть на эту прекрасную, красивую землю. Красивую землю с точки зрения не только материального. И духовного, который здесь находится. И вот это соединение между Израилем и этой землей. Который даст необыкновенные плоды. Через соединение даются плоды. Так вот это соединение между нами и между этой землей. Это даст такие плоды. Будем делать все возможное с нашей стороны. Но иногда, когда мы приходим в какой-то такой, какой-то тупик. Как будто бы нет тупиков. Все будет открыто. Убери голову. Не думай. Не говори об этом. Царь Давид. И на этом я заканчиваю. Он тоже. Когда было все тупик. Шаул Амелех говорит. Паника. Голиаб. Он что будет? Эй. Что делает Давид? У нас нету тупиков. Разве вот этот Арель. Разве этот Гой. Разве этот Синвар. Разве это там, я знаю, там Насрала. Или Иран. Кто они такие? Мы должны говорить. Как кто они такие? У них столько ракет. У них столько армии. Столько, 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 столько. Да. Но у нас тоже есть силы. Мы тоже будем готовиться. Делать все. Ай. Голова говорит у них кому? Убери голову. Это то, что учение. Главное учение с нашей недельной главы. Поэтому написано сразу после этого, переносит жертвопоношение, не забудь венца. Не забудь вино. Потому что только это даст тебе возможность быть, а иногда это важно быть, не смотреть на реальную. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. У нас онлайн был один слушатель. Ну, то есть, как бы он ее сейчас. Шмуль или я зарплатил? Шмуль. Есть ли у вас вопросы? Спасибо. Вопросы нет. Окей. У Шмуль или нет вопросов. Я, если можно, от себя. Может быть, Раф сможет пояснить или объяснить. Как обычно, как бы очень амбивалентно. Непонятно. Но хотя бы два момента. Во-первых, вот это самое начало шлах лыха. Вот это вот лыха, понятно, что тут же как бы звучит в ушах. Лех лыха как бы Абраму. Вот это вот добавка лыха, которая тут же как бы настораживает. Что значит лыха? Лыха для себя. Лыха подчеркивает обязательно. Мне это не обязательно. Ты пошли, потому что тебе важно. Это первый вопрос. Как принято у нас на этих конференциях, когда задают вопросы Роша и Абшала, там сразу два вопроса задают. Я сразу второй задаю. Дальше второй вопрос. Ну, тоже вот все-таки есть разница в том, что говорит Всевышний Муше. Он говорит, пошли, как бы, мужей, видных переводим на русский язык, да, на сей, да. Чтобы они... Шиятуру. Ну, ятуру – это как то слово, которое тоже все-таки похоже, чтобы они высматривали. И так переводится по-русски. То есть есть некоторое определенное задание – собрать мудин, собрать разведданные. Ну, когда Муше говорит, он просто говорит, как бы, некоторую конкретику, да. Он говорит, посмотрите, зайдите на горы, сказали, хорошо видно. Землю, какая она? Народ обитает, крепок он или слабок? Слаб, да. Мал он или велик число. Какова земля, на которой обитает? Хороша или плоха? Каковы города, в которых обитает? В открытых словах. То есть он дает им реально техническое задание, да. Поэтому, если бы вся идея была такая, ребят, принесите, покажите народу, какая классная земля. Эрот завад халат. Все. Зачем разведданные собирают? Они реально пришли и сказали. И сказали, да, земля замечательная. А ван? И дальше, дальше, дальше продолжили разведданные. Но потом была проблема, что они сделали оргвыводы. Смотрите, я это чуть-чуть сказал, но я повторю. Всегда в жизни, да, я должен рисковать для чего? То есть, если я знаю, что есть там проблемы, конечно, я должен быть, смотреть на реальность. Но если я буду говорить, что эта земля стоит того рисковать для этого, это одно. А разведчики пришли и сказали, что это не стоит того. Вот это главное. Понимаете? Конечно, надо, чтобы я, как я говорил вам, надо, мы должны готовиться сто процентов. Но они больше или вообще не сделали уклон, что это за земля с точки зрения материального, духовного. Как это прекрасная земля. Да, надо воевать за нее. Надо, чтобы мы были разведчиками, чтобы посмотрели там все, как это делается. Но человек в своей жизни, он не будет воевать за какую-то ерунду. Он не будет воевать за те вещи, которые, ну, пустяковые, ну, зачем, мы в другую землю поедем. Понимаете? Это то, что важно, чтобы им было сказано еврейскому народу. Потому что еврейский народ, он очень умный. Когда ему говорят, слушай, у нас там будет экономика шикарная, то шикарно, то, то, да, но надо воевать за ради этого. Замечательно. Почему бы нет? Что это, лучше вернуться концлагера египетские? Да. И шлах лиха тоже Раши говорит, понимаете, шлах лиха. Раши говорит, а не, а не, а не ца ве лиха, да. Ну, Рамбан с этим спорит, известно. Да, шлах лиха. Это хорошо. Это правильно посылать. Это хорошая идея посылать. Опять-таки, это повторяется к тому, то, что я сказал. К тому, что мы должны готовиться максимально, то, что мы сможем, к той войне. Но мы должны, чтобы разведчики сказали, почему это выгодно, почему нужно это делать, необходимо это делать. И тогда мораль поднимается. Вау, это выгодно. Мы всегда, когда едем на заработки, мы рискуем. Люди там океаны, моря переходят. Это риск. Почему они это делают? А, потому что знают, что заработают много денег. Это вы понимаете, что я говорю? Я думаю, что да. Вот это вот задействование народа. Зачем надо было к божественному плану добавлять как бы инициативу снизу? Например, было дарование Тора, да? По той же схеме Всевышний мог сказать, послушай, Мурше, сходи, объясни им. Вот это такая замечательная книга. Да, в ней такие-то такие заповеди. Да, посмотри, подходит, не подходит. Вообще-то, связано со сложностью жизни. Может, не стоит. Народ бы сказал, знаешь что, ну, в принципе, конечно, классная книга. Но нам сложно, мы не будем ее принимать. Зачем надо было вообще, вообще, в божественный план включать, включать, как бы, соображение людей? Объясняю, объясняю. Потому что у нас прекращаются быть чудеса. Мы сейчас находимся в другой сфере. Мы заходим в Эра Цисраэль. Там нужно нам делать какие-то выводы, какие-то решения, какие-то это. И мы не можем полагаться на чудо. Бог сказал, поехали, все. Мы не можем такого. Мы должны тоже быть в теме. Там надо будет работать. Там надо будет вкалывать серьезно, чтобы собирать. Ман не будет падать. И поэтому требуется ищет людь. А ищет людь это делать так, как делают люди, перед тем, как входят в какую-то чужую землю, чтобы завоевать ее. Это посылать разведчиков. Окей. Но на семь провалились. Кроме двоих на семь провалились. Пойдем. Все. Брайоте, бун и гуд. Тоф, ну хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. Псуротту, вот. Всем счастливо. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...